Так, ну в этих антресолях у меня ещё материал неразобранный на верхних полках. Вот, а этот материал, я его разобрала уже по темам, но просто файлов не хватает, которые я должна вложить. Вот, и вот здесь ещё. Отец Нинель Леоненко был командиром полка, служил самим Жуковым. Погиб в 1943 году. По старым письмам женщина смогла узнать область, в которой он похоронен. После долгой переписки раздобыла фото могилы отца. И так в любом вопросе. Докопаться до сути – жизненная кредо женщины. Найденные факты об истории Приморья и Уссурийска Нинель систематизирует и относит в музей. Нинель Леоненко – почётный даритель музея. Чтобы этот материал у меня не лежал мёртвым грузом, просто я хочу, чтобы с этим материалом познакомились другие люди. Это вот одно из последних дарений. А вообще Нинель Васильевна принесла нам пионерскую трепутику. Это пионерский галстук от флагов, от горнов. В 1972 году активная женщина сделала первый дар – котелок, который нашла в землянке на экскурсии по партизанским тропам. С тех пор Нинель Леоненко с пустыми руками в музей не приходит. Что же можно принести? Если, например, лет 50 тому назад были какие-то вещи в обиходе, уже, допустим, редкие, ну 20-30 лет тому назад, Вообще можно приносить любые вещи, потому что, если сейчас она, скажем, нередкая, нераритетная вещь, не музейная, а впоследствии она будет в единичном экземпляре. Приготовьтесь расстаться с вещью на безвозмездных началах. Как бы дорогая цена она вам не казалась. Одну книгу мы всё-таки приобрели, это был энциклопедический словарь издательства, где-то 1915 года. Уже больно он понравился, старая, редкая книга очень. Поэтому у нас есть редкий фонд, и, естественно, нам очень захотелось приобрести этот книгу, тем более, что он мне дорого продажил. Теперь о том, что в музей не берут. Монеты советских времён. Их здесь уже предостаточно. Та же ситуация с прялками. Медали ордена не принимают по другим причинам. Очень щепетильная эта тема. Нужны существенные доказательства, что вы их хозяин. Екатерина Богдан, Вера Казинец, Сергей Удовиченко, Телемикс.